Так, ну что, давайте начнем. Зовут меня Лофтеров Вячеслав Александрович. Я являюсь штатным инженером МГТУ имени Баумана. Вот сайт нашего университета. За 96 года или 97 работаю там инженером, сопровождаю большую сеть. Был скоро день космонавтики у нас. И примерно с того же времени преподаю в учебном центре. Специалист, который как бы дружит с Бауманским университетом, совмещает две работы инженера и преподавателя. Сегодня тема нашего занятия была подсказана мне одним из слушателей. Я читаю курсы в специалисте по линейке Linux FreeBSD, в том числе телефония. И вот один из слушателей придумал задачку. И я, раздумывая над ней, решил использовать ее в качестве темы вебинара. У нас имеется сеть предприятия, которая в нашем случае будет упрощенно демонстрирована с помощью какого-то одинокого коммутатора. Локальная сеть предприятия. В этом предприятии уже развернута инфраструктура Microsoft Active Directory, то есть есть контроллер домена. Имеются рабочие станции пользователей, которые, регистрируясь в домене, получают возможность обращаться к каким-то сервисам. Ну и, собственно, к телефонии ближе. Каждая рабочая станция пользователя, у нас это будет Windows 7, значит, подключается к коммутатору не напрямую, а через телефонный аппарат. Ну, если кто-то IP-телефоны в руках держал, тот знает, что во многих случаях телефоны имеют два интерфейса, которые так и называются. Интерфейс в сторону коммутатора и интерфейс в сторону персонального компьютера. Соответственно, до того, как мы начали что-то делать, каждая рабочая станция принадлежала конкретному пользователю. Например, здесь у нас работал всегда Иванов, а на этой рабочей станции всегда работал Петров. И, соответственно, телефонные номера у Иванова присвоен номер 401, а у Петрова номер 402. И, соответственно, соответственно, в школе телефонии это уже тоже развернуто сразу же у нас, будут исходные данные. В сети имеется одинокая Linux-машина, которая выполняет множество функций, называется она Gate. В первую очередь она, ну, на всех курсах, кстати, стенд универсальный, ко всем курсам относится, которые я буду рекламировать. Gate соединяет глобальную сеть с локальной сетью, работает как DHCP сервер у нас будет, как web сервер будет работать, ну, а в настоящий момент он еще работает и сервером телефонии. Все наши телефоны зарегистрированы на этом мастер-риске. Ну и, соответственно, задача. Руководство поставило задачу. Необходимо предоставить возможность реализации универсального рабочего места. А именно, если Иванов с Петровым поменяются местами, то каким-то образом автоматически должны перенастроиться их телефонные аппараты на основании того, что Иванов вошел в домен с другой машины. То есть здесь у нас будут имена, например, клиент 1, рабочая станция, клиент 2. И, соответственно, вот и задача. Вот и задача, как это сделать. Ну, предпосылки для решения задачи. Сразу расскажу решение, а потом постараюсь успеть его воплотить. Дело в том, что на курсах Microsoft учат, как отследить момент регистрации пользователя в домене. Есть различные способы, и мы с вами один из них рассмотрим, так называемый лагон скрипты. Это приведет к тому, что Active Directory как-то сможет сообщить нашему серверу Linux. Я хотел сказать астериску, на самом деле система может быть распределенной, и все может быть на нескольких машинах. Так вот, нашему серверу Linux может сообщить, что вот Иванов зарегистрировался теперь на другой машине. Соответственно, у этой другой машины есть другой IP-адрес, и она подключена к другому порту. И вот если у нас здесь будет умный коммутатор, который позволит, например, выяснить, на каком порту вот этот IP-адрес, то мы сможем, если уж это умный коммутатор, и MAC-адрес вот этого телефонного аппарата выяснить. Вот, а опять же, если кто-то с IP-телефонами имел дело, тот знает, что есть замечательная технология Provisioning, которая позволяет телефонным аппаратам периодически загружать конфигурацию с сервера. Если мы эту конфигурацию подменим с учетом того, что пользователь зарегистрировался в домене, то, соответственно, он подключится к другому СИП-каналу, будет работать с другим номером, ну и пользователь просто, как бы, войдя в домен, увидит, что через некоторое количество времени у него на телефонном аппарате загорится другой телефонный номер. Ну, не другой, а его личный телефонный номер. Ну как, крутая задача, напишите кто-нибудь, интересно, послушайте, как ее решить. Или не очень. Так, ну пока вы думаете, соответственно, открываю методическое пособие. Все свои занятия, и в том числе обе мои работы, я веду, значит, коды руководством методического пособия, с которым хочу вас познакомить. Значит, называется оно wiki.val.bmstu.ru, я адрес запишу. Вот, видеозапись будет выложена, поэтому можете смело рассчитывать wiki.val.bmstu.ru. Ну, wiki это формат, вал это Вячеслав Александрович Локторов, bmstu.ru, соответственно, домен моей основной работы, ну и получается вот такой у меня адрес почты. Так что, если что-то хорошее хотите рассказать, то напишите на этот адрес. Соответственно, в этом методическом пособии есть статьи, посвященные моей основной работе инженера, а есть методические материалы, в частности, рекомендую вам посмотреть видеоуроки. Очень много уже я записал видеоуроков. Вот, и, соответственно, надеюсь, что еще один сюда добавится. Вот, ну а на курсах и на вебинарах мы всегда заходим в раздел материала по методике чтения курса. Так, значит, вот вебинар, который я буду проводить, план лабораторных работ этого вебинара, вот здесь вот находится. Я думаю, что если вам понравится, вы сможете туда заглянуть самостоятельно, попробовать что-то сделать. Значит, кроме того, что слушатель меня попросил решить эту задачу, я вот нашел статью про то, что это уже реализовано на практике. Вот ссылка на статью, Катя, к организованной работе в русском филиале компании Philips. И там как раз вот такой вот отрыв пользователя от работы. Там плюсы и минусы обсуждаются, но мы инженеры решаем задачу. Так, развертывание сети предприятия. Ну, куда бедно, план сети я вам зарисовал. Что уже сделано? Что уже сделано? В принципе, много чего сделано, потому что времени мало. Вот. Ну, я буду показывать, откуда это все можно узнать. Значит, действительно, уже установлена машина Gate Linux. Она уже есть. Вот. Соответственно, здесь уже работает множество сервисов. В частности, работает сервис Астериск, работает DHCP сервер. Вот видите, Астериск работает DHCP. Ну, давайте с Астериска начнем. Вот. В Астериске зарегистрированы телефоны, SIP, SHOW, users, ну, или каналы, лучше говорить. Вот видите, три канала. 401, 402, 403. К 403 я сейчас подключил свой телефон железный. Вы его не видите, не видите и не слышите. Но, тем не менее, я могу с него позвонить на какой-нибудь extension. Делал план, шоу, дефалт. В принципе, считается, что у нас аудитория немножко знакома с Астериском. Ну, а если они знакомы, то ждем вас на наших курсах с удовольствием, научим. Вот видите, номерной план имеет номер 301. Вот. Ну, и я так вот позвоню на него. Я все хорошо слышу, вот, а вы только видите, да, что телефония у нас уже работает. Вот. Кроме того, настроен план нумерации для вот этих вот внутренних телефонов. И на этом, как бы, наша задача достаточно оснащена телефонией, чтобы ее продолжать дальше, решать. Так, по этому пункте, который выполнили, значит, в VirtualBox настроил гейт. Да, значит, далее в VirtualBox настроен контроллер домена. Вот он имеется. В контроллере домена у нас уже зарегистрированы пользователи. Вот. И, соответственно, вот те два пользователя, про которых я говорил, Иванов и Петров. Видите, они уже есть. Вот. В контроллер домена введена, рабочая станция. Вот. Соответственно, я даже с утра проверял, видите, Петров уже вошел в домен, уже там что-то делает полезное в интернет пошел, почту читает, к файловым серверам обращается. Ну, и вот самое сложное для меня было, что же делать вот с этим вот телефоном. Дело в том, что я не веду занятия по астериску в формате вебинара именно по той причине, что в вебинаре невозможно показать телефон, вот, снять трубку, позвонить. Ну, почти невозможно, как оказалось. И сейчас я попробую это показать. Есть, есть лазейки. Вот. Кроме того, вот этот вот коммутатор тоже надо как-то взять. Вот. У нас в университете, в принципе, неплохое финансирование, и вся сеть, весь бэкфон построен на оборудовании, значит, циска. Да, тут софтфон предлагают использовать. Софтфон не, это самое, неинтересно, неинтересно. Интересно железный телефон. Софтфон это, как бы, да, взял зойпер и все, что решать задачу. Вот. Кто найдет софтфон, вам задание всем. Всем, кто найдет, найдите мне софтфон с поддержкой Kerberos. Вот. Как только найдете, я сделаю вебинар, как это можно интегрировать. Да. Еще Астериск надо с поддержкой Kerberos, и все будет хорошо. Поэтому нет, железный телефон. Так. Так вот, я нашел решение. Смотрите, какое. Нашел решение. Оказывается, Астериск, это не только серверная платформа. Из Астериска можно телефон сделать. Да, телефонный аппарат просто-напросто. Сейчас я попробую это показать. Вот. Значит, ну, поскольку Астериск работает под линуксом или под FreeBSD, я взял за основу FreeBSD. У нас красиво получилось. Смотрите, в курсе используются четыре, не в курсе, а в вебинаре, четыре вида операционных систем. Так вот, я возьму эту FreeBSD, назову ее телефон. Телефон, видите, она называется. N, это значит, таких много телефонов. Первый, второй, я не буду делать две системы. Вот. У этого телефона, что должно быть в телефоне. Должен быть микрофон и громкоговоритель, да, или динамик. Вот с микрофоном, извините, не получилось, а вот динамики есть. Сейчас будет тест, после которого скажете, что-нибудь слышно будет или нет. Короче, этот файлик АУ, это звуковой файл. Я его скопировал в устройство звуковая карта и услышал звук. Вопрос в аудиторию, что-нибудь теперь слышно или нет. Ужасный звук, я не буду его часто повторять, да, я просто боялся, что сломается, сломается вебинар. Вот, но если он не сломался, то очень хорошо. Соответственно, теперь, как его превратить в телефон? Надо установить ПО, которое, например, примет звонок или отправит звонок. Вот, чтобы принять или отправить звонок, можно использовать, ха-ха-ха, астериск можно использовать, да. Кто мог подумать, как АГН стал астериск 11, а 13 поставим. Зачем нам 11? Возьмем 13. Вот, значит, этот астериск, давайте вспоминать, что умеет делать телефон. Телефон умеет зарегистрироваться на прокси-сервере, да. Телефон умеет отправить звонок на прокси-сервер, телефон умеет принять звонок с прокси-сервер. Поскольку у нас такой курс, вебинар рекламный, я сейчас попробую так все очень быстренько сделать с комментариями, но вообще вот много сейчас будет. Ладно, посмотрим, как это получится. Итак, мы его сейчас стартанем. Так, FreeBSD, вспоминаем, сервис минус L. Так, сервисе астериск, сейчас мы его запустим. Моя любимая система, первая, с которой я познакомился. Вот сегодня, конечно, не сказать, чтобы большую популярность обладала, но тем не менее на курсах используем ее до сих пор. Так, запускаем астериск и, соответственно, начинаем редактировать файлы конфигурации. Так, да, есть USR, Local, да, да. Многие после этого знакомства с FreeBSD заканчивают. Вот такие пути к файлам конфигурации. Я, может быть, по этапам сделаю, но начнем с того, чтобы проверить, астериск работает или не работает. Чтобы заставить астериск что-то сделать, надо ему какой-то номерной план задать. Вот. Ну, я большой поклонник всяких классических примеров, поэтому в качестве номерного плана, в качестве номерного плана мы с вами, да, вот что мы с вами сделали. Аудиодрайвер проверили, динамическая настройка параметров, да, проверили звуковую карту, астериск установили. И вот тема использования астериск в качестве телефона. Вы можете спокойно на какой-нибудь встроенный линукс поставить астериск и превратить его в телефон. Вот. Чтобы астериск что-то сделал, надо что-то набрать. И, соответственно, вот, Hello World, замечательная фраза, с которой можно начать. Так вот, мы с вами, значит, узнаем в этом курсе, кто не знает, что в астериске есть поддержка вот такого вот устройства. Мы привыкли с вами, что астериск работает с SIP-каналами или AX-каналами, а еще астериск может работать со звуковой картой. Если кто-то помнит, DSP там такой был. Девайс, Digital Signal Processing. Так вот, опять же, кто не знает, узнаете, что можно заставить астериск совершить звонок, совершить звонок. Вот это вот устройство, вот этот вот канал наберет вот этот вот номер. Ну, а если он наберет этот номер, мы должны услышать Hello World. Давайте проверим, заодно скажете, как там звук будет. Итак, на нашем телефоне проверяем. Астериск минус R. Так, Core. Я буду набирать Core Reload, чтобы не забывать, хотя можно было делать план Reload сделать. И вот далее говорю, слушай, ты телефон, набери-ка номер 301. Hello World. Опять вопрос, что-нибудь слышно теперь, после того, как она еще раз что-то сказала. Вот. Да, здесь у нас, конечно, качество звука может быть не очень хорошее, но надеюсь, что... Надеюсь, что... Да, слышно. Хорошо. Так, ладно. Ну и теперь вспоминаем, что должен сделать телефон. Телефон должен зарегистрироваться на прокси-сервере, и, соответственно, для этого нам придется отредактировать файл конфигурации SIP-conf. SIP-conf редактируем. Так, да, вот иногда, не иногда, а часто, когда я рассказываю про Астериск, говорю, что, например, провайдеру все равно, что вы к нему подключаете. Астериск вы к нему подключаете, или телефонный аппарат. Вот в данном случае телефонный аппарат будет сделан Астериском. Значит, да, корпорация шестая у меня. Вот если кто-то у меня учился, тот знает, что во всех курсах есть такой домен корпорация. У каждого пользователя, у каждого слушателя свой, соответственно. Ну и вот давайте посмотрим. Заставляем Астериск-телефон зарегистрироваться на вот этом прокси-сервере. Вот под этой вот учетной записью, вот с этим пролеом. Вот я сказал, заставляем зарегистрироваться, но на самом деле вот эта строка заставляет его регистрироваться. Callback extension. А вот этот номер будет набираться в Астериске при получении входящего вызова. Входящего вызова. Вот, соответственно, соответственно, мы должны этот вызов обработать раз. Ну, а во-вторых, вспомнить, что у нас номерной план начинается на 4XX. И, соответственно, позволить не только принимать вызовы на этот телефон, но и совершать вызовы с него. Вот, для этого нам останется модифицироваться план нумерации. Опять же, здесь у нас он имеется. Вот, ну и, соответственно, здесь все. Ну, а в плане нумерации мы добавляем, что не только номер 301 можно набирать на Астериске. Ну, и вот эти вот. Это будет вызов отправлять через канал SIP-прокси на прокси-сервер наш центральный телефонный коммутатор. А когда вызов будет поступать, он будет поступать и набирать вот этот вот номер, и вызов будет коммутироваться, ну, грубо говоря, со звуковой карты. Со звуковой карты. Вот, давайте посмотрим. Честно говоря, я долгое время не знал такой возможности. Вот, как узнал, решил сразу вебинар записать. Значит, Core Reload. Ну, что должно произойти? Во-первых, наш телефон должен зарегистрироваться. Сами посудите, видите. На канале 402 зарегистрировался вот такой телефонный аппарат, как вам видите. Вот, ну а раз так, то, соответственно, я должен набрать, суметь набрать номер этого телефонного аппарата. Вот, номер телефонного аппарата. Ну, набираю. Никто не видит, никто не видит, как я снимаю трубку настоящего телефона. Набираю 402. И вот, алло, алло, как меня слышно. Вот, кладу трубку в телефонный аппарат. Ну, как что, не слышно после этого. Вот, ну и в другую сторону вопрос. Как позвонить с нашего телефона, софт-телефона? Вот, ну, вы, наверное, знаете, как позвонить. Вот так вот можно сказать. Слушай, ты набери-ка, набери-ка, представьте себе номер-набиратель, да. И вот вы на номер-набиратель набираете номер 403. Смотрите. Алло, у меня зазвонил телефон. Ну, кстати, сейчас чуть-чуть. Раз, два, три. Раз, два, три. Алло, не удержался, показал, что и трубку можно положить. Видите, то есть набрать номер, положить трубку. Ну, все, круто, телефон у нас есть, звонить можно. То есть можно сказать, что мы с вами реализовали до конца то, что здесь заявлено. Вот сейчас у нас Петров подключен, номер 402 работает. Иванова делать не будем. Не будем, потому что достаточно одной машины, одного телефона, чтобы все показать. Далее сложности. Значит, смотрим план лабораторных работ. Далее сложности. Значит, мы с вами обсуждали, что все это, то, что мы задумали, возможно только при наличии у нас, значит, наличии у нас, да. Давайте вспомним, вебинар, как называется. Вебинар-то называется у нас интеграция с Active Directory, да, телефонии. Поэтому времени мало, буду рассказывать быстро, а вы внимательно слушайте. Итак, рассказываю быстро. Многие знают, что Active Directory это радиус сервер. Может быть радиус сервером. Также все знают, что это LDAP каталог. И первой моей мыслью было заставить Астериск регистрироваться в Active Directory. Ну, точнее, в Active Directory записаны телефоны, люди. И, соответственно, Астериск берет учетные данные оттуда. Все попытки разобраться с модулями, которые это делают, приводили к тому, что становилось ясно. Все работает плохо. И все рецепты, и мои тоже будут сводиться к тому, что, а давайте мы в Active Directory будем хранить все-таки информацию о людях. Вот у нас Иванов Иван Иванович будет иметь, например, телефонный номер 401. Видите? Так. Ну, а еще, еще, чтобы нам все брать из Active Directory, давайте вспоминать. Если мы посмотрим с вами конфигурацию Астериска, то мы увидим, что в описании каналов у нас имеется, значит, не только номер телефона, да, но еще и секрет. Вот, по-хорошему, если мы бы видели с вами железные аппараты, здесь бы еще и caller ID прописать красивый, чтобы при звонке этого пользователя на телефоне абонента отображалось фамилия, имя, отчество. Вот, короче, задача сужается к тому, чтобы сформировать вот эти вот записи на основании данных из Active Directory. Ну, причем, может, даже не все записи, например, вот этот вот телефон, он у нас там аппаратный где-то в приемной висит, и за ним работает человек, у которого компьютера нет, охранник или там кто-то такой, значит. А вот эти вот телефоны явно принадлежат Иванову и Петрову, соответственно, этот фрагмент надо брать из Active Directory. Вот, ну и, соответственно, у нас есть замечательный курс взаимодействия с Windows, в котором рассказывают про LDAP, про LDAP. Вот, и там рассказывают, что можно к Active Directory обратиться, например, к каналам Anday LDAP Search, если вы установите соответствующую утилиту. Вот, ну, пока она встает, вспоминаем, что нам в Active Directory надо хранить не только фамилию, имя, отчество, не только, значит, номер телефона, но еще и секрет, который требуется для подключения. Вот, я еще раз говорю, что не надо путать пароль в Active Directory пользователя с паролем, который использует телефонный аппарат. Разные пароли. Вообще, вытащить пароль из Active Directory – это нетривиальная задача, а уж записать его в SIP-CONF и подавно. Поэтому, поэтому, как хотите, понимаете, можно послушать несколько раз. Вот, можно позадавать вопросы потом по электронной почте к вебинару, а я прописываю, соответственно, куда-нибудь пароль. Куда? Вот, поле телефонный номер есть, а пароль надо куда-нибудь прописать. Ну, вот, в каком-то салюшене какой-то из авторов говорит, а я вот взял и прописал в поле почтовые коды своим пользователям пароли телефонов. Ну, я думаю, почему бы и нет, давай тоже так сделаем. Так, у Петрова номер 402, вот, и, соответственно, телефон будет подключаться к каналу, используя вот этот вот пароль. Вот, ну, дальше можно подробно рассказывать, как здесь LDAP Search работает. Я сразу это оформлю в виде скрипта. Вот, в общем, мой гейт подключается к Active Directory, сервер корпорации 6U. Честно говоря, подключается плохо администраторам с администраторским паролем. Вот, и из ветки Active Directory выбирает поля, у которых, вернее, учетные записи, у которых телефонный номер начинается на четверку. Зачем выбирает только вот эти поля. Логин выбирает, выбирает телефонный номер, пароль телефона, ну, и, соответственно, фамилию, имя, отчество. Вот эти вот адские перлы я, с вашего позволения, не буду комментировать. Методичка доступна, времени мало, поэтому сразу результат. Я бы, конечно, САП-2 рассказывал, но руководство сказало, быстро все рассказать, быстро. И, соответственно, пытаюсь. Так, пытаюсь. Так, 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 вот такой вот скрипт. Сейчас мы результат его сразу посмотрим, а вы, соответственно, сможете при желании его по хвосту разобрать. Еще раз говорю, вопросы можно задавать. Так, вот, соответственно, этот скрипт можно запустить. И мы с вами должны увидеть вот такую таблицу, видите, логин, телефон, телефонный пароль, фамилия, имя, отчество. Значит, вот эту информацию можно записать в файл. И, честно говоря, у этого файла, который надо периодически пересоздавать, разумеется, вы все, наверное, знаете про крон, кто не знает, тот узнает скоро. Вот, соответственно, там у нас вот эта информация есть. Масса способов использовать эту информацию имеется. Например, очень легко нам все равно понадобится веб-сервер, поэтому я его сразу установлю. Апт-инсталл. Апатч-2. Очень легко, например, сделать адресную книгу. Вот, ну, немножко ерничество будет. Вот, как получить красивую адресную книгу из этого файла. Видеоуроки я вам рекомендовал, там есть видеоурок про АВК. Вот, больше ни слова не скажу. Вот, легким движением руки из плоского текстового файла получается адресная книга. Значит, ну, за что я люблю Ubuntu? Она, вот, поставили веб-сервер, он уже работает. Прекрасно. Это вам не FreeBSD, где надо все руками делать. Вот. Ну, некоторым это, наоборот, не нравится. Вот, значит, вот веб-сервер работает, а вот и адресная книга. Адресная книга. Я тут тренировался с утра, поэтому все ссылки. Как вам? Все, мне кажется, остается только электронную почту добавить. Ну, в курсе, в вебинаре нет упоминания электронной почты, поэтому извините. Какие еще варианты использования этого файла, который мы получаем из Active Directory? Вот, на настоящем курсе используются замечательные телефоны Panasonic DEPT, SIP DEPT. У них есть адресная книга, и, соответственно, из этой вот таблицы можно получить адресную книгу в формате Panasonic, загрузить туда, и у всех на красивых цветных дисплеях будет. Вот. Ну, а наша цель, наша цель, конечно, получить SIP Conf. Поэтому очередной скрипт я пишу с минимальными комментариями, потому что времени нет. Минимальные комментарии. Значит, этот скрипт будет читать вот этот текстовый файл, и, соответственно, превращать его в формат, который понимает астериск. Из этого текстового файла он будет брать номер телефона, фамилию, имя, отчество, пароль на телефон. Помните, там такой был, да? Добавлять тип канала и так далее. Вот. Ну, и, соответственно, сделаем его выполняемым. Делаем его выполняемым. Вот. Ну, и, соответственно, если на вход этого скрипта подать, подать, кстати, про написание скриптов тоже, видеоуроки, помните, в методичке есть. Там есть видеоурок, на мой взгляд, достаточный для того, чтобы... Вот. Ну, и вспоминаем, что у нас вот есть вот этот вот файл, SIP.conf, SIP.conf, и некоторые части в нем будут постоянные, например, вот эта часть General, и, например, вот этот телефон охранника, а некоторые части меняться. И вот то, что мы выгружаем из Active Directory, я буду помещать в Users.conf, Users.conf и подключать его к SIP.conf. Таким образом, я минимально объяснил, что вот здесь у нас происходит. Вот. Ну, и, соответственно, теперь SIP.conf я модифицирую. Вот эти вот телефоны будут добавляться благодаря скрипту, выгружающему по ULDAB информацию о пользователях, которые имеют телефоны. Вот. И, соответственно, все это будет записываться вот в этот вот файл Users.conf. Вот, честно говоря, сейчас ничего не изменится. Сейчас ничего не изменится. Вот, если честно говоря, то есть, когда я наберу Core Reload, вот, что, соответственно, у нас все те же самые каналы должны остаться. Но вы все видели, что SIP.conf теперь у нас не единственный файл описания каналов. У нас еще имеется файл Users.conf. Так что, вот, интеграция с Active Directory, опыт показал, что это самый простой железнобетонный эффективный способ. Вот. Но наша задача еще сложнее. Помним нашу задачу. Мы с вами должны еще и менять конфигурацию телефона. Поэтому быстро делаем. Быстро. У нас имеется курс, на котором рассказывается, как интегрировать оборудование Cisco с оборудованием Linux или FreeBSD. Раньше на этом курсе использовалось настоящее оборудование Cisco. Курс был дорогой. Развертывание его занимало большое количество времени. Инженеры вешались вместе со мной. Поэтому однажды я обнаружил, что можно все упростить. А именно, я познакомился с системой, которая называется GNS. Graphical Network Simulator. Значит, ну, опять же, если попадете на курс этот, то узнаете, что я сейчас делаю. Вот, я сейчас фактически готовлю эти виртуалки к тому, чтобы они работали внутри графического симулятора. Сам графический симулятор. Сам графический симулятор. Вот он у нас на доске. Тик, тик, тик. Так. Графический симулятор. Выходи. Ладно, сверну все. Вот он. Замечательная вещь. Соответственно, придумать ему проект надо какой-нибудь. PR3. Третий эксперимент. Ну, можно сохранять. Ничего у нас с вами сохраняться не будет. Скоро уже все закончится. Так. Этот графический симулятор должен быть подключен. То есть, он вот где должен оказаться. Вот он. Вот он, где должен оказаться наш графический симулятор. То есть, нам потребуется коммутатор CISCO, нарисованный, который будет подключен к локальной сети. Вот. Небольшой секрет состоит в том, что локальная сеть, у меня создана с помощью, давайте назову, это, допустим, план корпорации. План корпорации. Соответственно, эта сеть создана с помощью адаптера VirtualBox. VirtualBox. Host Only Network Adapter. Окей. Далее же нам потребуется CISCO коммутатор. Берем CISCO коммутатор. Ба-бац. Так. Похож на коммутатор? Мне кажется, не похож на коммутатор. Так. А если вот так написать? Switch. Не очень похож. А если вот так сделать? Так. Вот так вот сделать. О! Вылитый коммутатор. Да? Видите? Ну, на самом деле, конечно, все это дудки. Пока мы в него не вставим Layer 2 плату. Вот он, секрет большой. В GNS можно эмулировать коммутатор. Мы с вами это не могли свечом назвать. Ну и, соответственно, берем и соединяем какой-нибудь интерфейс этого коммутатора. Замечательно. Так. Далее смотрим на схему стенда. Телефонный аппарат, да? Телефонный аппарат. GNS замечательен тем, что интегрируется с VirtualBox. И можно сказать так. Мне нужен телефонный аппарат. Телефонный аппарат вот он. Сколько интерфейсов в телефонных аппаратов, кто помнит, согласно ТЗ? Ну, правильно вы все говорите. Интерфейсов два. Поэтому я, соответственно, вот добавлю машину, которая будет играть роль телефонного аппарата. Ну и дальше смотрим на схему. И наш клиент тоже будет. У него только один интерфейс. Соответственно, клиент тоже будет в этой схеме стенда. Так. Ну, у меня не помещается на экране все. Ну, по-моему, вот так вот. Если Enter нажать, то все хорошо. Так, и теперь я добавляю виртуальную машину. Да, добавляю телефонный аппарат. Похож на телефонный аппарат? Не очень похож. Ничего, сейчас поправим. Сейчас поправим. Телефонный аппарат должен быть выглядеть как телефонный аппарат. Вот он, телефонный аппарат. Соответственно, у него два интерфейса. К любому подключаем в коммутаторе. И здесь, соответственно... Так, ошибка небольшая. Секунда. Так. Так, так, так. Удаляем. Так. Небольшую ошибку я допустил. Так. Сейчас вернем. Дело в том, что телефонный аппарат надо добавить, конечно. Вот он. Вот эту галочку я не снял. Поэтому вот так вот. Два интерфейса. Фоня. Потерял 30 секунд. Фоня. Сейв. Угу. Так. Добавляю снова телефонный аппарат. Рисую, что это телефонный аппарат. Рисую телефонный аппарат. Соединяю телефонный аппарат от первого интерфейса с каким-нибудь интерфейсом коммутатора. Так. Ну и, честно говоря, все запускаем. Запускаем. Поехали. Вот. Сейчас у нас должен запуститься коммутатор. Пускай он пока будет неуправляемый. Вот. И телефонный аппарат должен запуститься. Вот. Опять же, кто дело с железными телефонами имел, тот помнит, что телефонный аппарат, как правило, работает в режиме моста или бриджа. Вот. И, соответственно, нам сейчас надо будет настроить наш телефончик, сделанный из FreeBSD, таким образом, чтобы он работал в режиме моста или бриджа. Да. Я пока открою себе подсказку. Значит, курс FreeBSD фактически у нас. Так. Ну что? Интересно. Заработало у нас. О, заработало. Смотрите, увиделся. Хороший знак. Так. Сейчас я меняю его конфигурацию. Опять же, на курсе FreeBSD рассказывается, что можно сделать из FreeBSD или Linux, бридж. Бридж. Вот. Ну, а FreeBSD это делается вот таким вот образом. Так. И, соответственно, он, как настоящий телефон, получает IP-адрес в ходе HCP. Если все будет хорошо, то, соответственно, я вот для чистоты эксперимента... Нет, не здесь. Так. Хорошо. Пришли люди. Получится. Так. Так, 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 так. Хорошо. Ждем, пока он получит IP-адрес. Да, получил тот же самый IP-адрес. Так. Ну и, соответственно, теперь мы имеем возможность попробовать подключить к нашему усложненному стенду, методически усложненному, на самом деле, так показывает, ничего нового нету, нашу клиентскую машину, видите, тут вариантов нет. Ой, с клиентской тоже я ошибся. Ух, Вячеслав. Да, ну ничего, сейчас поправим. Preferences, VirtualBox, Guest. Так, refresh. Клиент. Так. Так, этого удаляем. Клиента. Так, добавляем клиента. Клиент. И один интерфейс у него. Save. Так, добавляем клиент. Пробуем подключить. Ну вот теперь вот лучше. Соответственно, вот практически как у нас нарисовано на схеме. Так и запускаем его тоже. Запускаем. Так, пока он запускается, смотрим план дальше. План дальше смотрим. План дальше говорит, что наш телефон, наш телефон должен загружать, должен загружать конфигурацию с файлового сервера. И вот, честно говоря, есть настоящие конфигурации, настоящих телефонов в курсе. Астериск рассматривается. Ну, например, вот Panasonic, да, используется. Соответственно, вот файл конфигурации. Но у нас с вами телефонный аппарат сделан из астериска, поэтому его файл конфигурации будет напоминать фрагмент конфигурации астериска, во-первых. Тот, который мы с вами обсудили. Ну, а еще многие знают, что файл конфигурации, как правило, содержит уникальный идентификатор каждого телефона. Ну, и чтобы время не терять, я говорю, что это MAC-адрес. Вот. И, соответственно, у нас с вами MAC-адреса уже верные. Значит, он у нас будет подключаться через MAC-адрес. Вот этот D8E8. D8E8. Поэтому мысленно мы с вами для нашего, не мысленно, а реально для нашего телефона на гейте, на котором есть веб-сервер, создаем файл конфигурации. Так, в этом файле конфигурации давайте сразу укажем, кого укажем. Давайте другой телефон укажем, да, чтобы у нас с вами увидеть, как этот механизм работает. Он у нас подключался к 402-му каналу, а теперь будет подключаться к 401-му каналу. Вот. Этот файл конфигурации будет загружаться с телефона с помощью скрипта. А у нас же все-таки FreeBSD, да, поэтому там у нас имеется Shell. Чуть не искал Bash. Bash-а там нет. Нет, можно поставить, конечно, но нет. Помолчим. Вот. И, соответственно, опять же, не успеваю рассказать, вот Курл позволяет загрузить вот этот вот ресурс. И этот файл, кстати, по аналогии мы с вами уже что-то подобное делали на сервере Астериск. Сохраняясь вот в этот вот UsersConf. Так, соответственно, я прописываю это в крон. Крон таба минус е. Прописываю этот файл в крон. И, соответственно, у меня через какое-то время, через какое время, кто скажет, должен появиться файл UsersConf. Да, правда, я его, по-моему, выполняемым не сделал. sh-mod plus x. Вот. И, соответственно, проверяю, работает или нет. Вот этот вот файл должен загрузить в другую конфигу. Так. Ага. Видите, уже загрузил. Очень хорошо. Правда, мы не подключили этот фрагмент конфигурации к нашему Астериску, поэтому по аналогии смотрите, что делаю. Удаляю вот этот фрагмент и указываю. Кстати, задача, помните, человек сел, вошел в домен, и через какое-то время у него появился номер телефона на том аппарате, который стоит рядом с машиной. Так вот, это делается потому, что обновление конфигурации производится часто. Раз, например, в 30 секунд можно указать. Соответственно, вот этот файл у нас будет меняться. Вот, и каждые 30 секунд наш телефон, сделанный из Астериска, будет этот кусок загружать. Загружать. Давайте попробуем. Так, 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 так. Ну, в принципе, можно даже руками не делать. Смотрите, по идее, он должен зарегистрироваться уже у нас на гейте под другим номером. Давайте посмотрим, так это или нет. Так, SIP, SHOW, PIRS. Так, что мы с вами видим? Видим, что что-то не очень он зарегистрировался у нас под другим номером. Быстро думаю, почему. Так. Ой, я ошибся. Я ошибся, ребята. Ошибаться-то нет времени совсем. Так. Корпорация-то 6. Вот так вот бывает в жизни. Вот так бывает, да, 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 да. Ну, что делать? Опять же, опять же, хочу, чтобы само сделалось. Через 20 секунд должно сделаться само, через 20 секунд должно произойти перерегистрация. Смотрим на телефонном сервере. А пока смотрим, что будет дальше. Нам нужно зафиксировать, нам нужно зафиксировать факт подключения пользователя. Соответственно, этот факт подключения мы будем делать путем организации связки между вот этой машиной и вот этой машиной. Значит, я небольшой специалист по Active Directory, но знаю, что там есть лагон скрипты, которые могут выполняться в момент регистрации. Ну и самый простой способ, который я нашел, сделать следующее. Мы с вами сейчас... А, кстати, видите, да, 401. Все, отлично. Мы с вами сейчас на гейт установим замечательный пакет Samba, сделаем сетевой диск, и результаты лагон скрипта будут писаться на сетевой диск. И, соответственно, информация будет доступна на нашем линуксе. Значит, вот у нас Samba устанавливается. Ну, это реклама и все. Я тут думал вам рассказать, какие у нас курсы есть, все там круто и прочее, но времени практически нет, поэтому только мясо. Значит, сделаю публичный каталог, доступный на запись, чтобы не морочиться с учетными записями пользователей. Ну и заодно оцените, насколько сложно сделать публичный каталог, доступный на запись. У меня остались как Samba. Samba.com. Так, что у нас здесь? У нас здесь практически все объяснение сводится к тому, что никаких учетных записей нету, все считаются плохими, вернее, но всех, кого мы не знаем, считаем гостями. И, соответственно, гости имеют право что угодно делать с этим каталогом. Вот, ну почему этот каталог? Это потому что из курса отказа устойчивость, то есть там общий зеркалируемый ресурс. Создаю каталог. Почему пользователь Games тоже не успеваю рассказать? Вот, есть причина. Так, ну и, соответственно, если все хорошо, то я могу сейчас войти в систему. Например, как User.2. Так, пароль. Так, ну и проверить, доступен ли этот каталог. Проверяю, доступен ли этот каталог на Gaiting. Все, надо проверять. Да, вот видите, шара доступна. Все хорошо. Так, соответственно, тогда выхожу из системы и пробую настроить логон-скрипты так, чтобы они писали информацию на мой Linux, откуда можно было бы ее вытащить. Делаю. Так, логон-скрипты. Значит, самый простой вариант логон-скрипта. Сейчас вы увидите. Соответственно, в Active Directory я это делаю. Вот, так. Вот в этом месте они должны располагаться. Опять же. Так, создаю. Так. Так, ну и само тело скрипта, посмотрите. Команда эхо есть даже в Windows. А вот эти вот переменные будут попадать вот в этот вот файл. Вот в этот вот файл. Так. Ну и вот наш с вами логон-скрипт. File. Save. Так. Теперь, соответственно, вот эти вот логон-скрипты нужно указать для всех наших пользователей. Слава богу, их всего два. Ну, наверное, может какие-то механизмы там типа групповых политик использовать, если их у вас миллион. Ну, вот, а так мы говорим. Вот логон-скрипт раз. Так. И у Петрова профили логон-скрипт два. Окей. Так. Ну, опыт показывает, что нифига не сразу заработает. Так. Послать Ctrl-Alt-Del. Так. Это же все-таки Microsoft. Серьезная система. Так. LS-Disk2. Вот видите, он как бы вошел, а логон-скрипт не сработал. Вот можно, конечно, ругать Microsoft, можно ругать вот это вот все, что у нас тут понаворочено. Вот. Но вроде опыт показывал, что спустя какое-то время оно срабатывает. Поэтому я сейчас перезагружу, еще перезагружу. Пока оно перезагружается, я хочу все-таки увидеть, я хочу все-таки увидеть, не терять время. Что у нас дальше с вами? Значит, как только у нас с вами логон-скрипт сработает, у нас появится логин, у нас появится имя компьютера, за которым сидит пользователи. По имени компьютера мы с вами выясним IP-адрес. По IP-адресу выясним MAC-адрес. Вот. По MAC-адресу выясним порт коммутатора. По порту коммутатора выясним, какой еще MAC-адрес телефона на этом порту. И поменяем конфигурацию телефона. Все это счастье будет работать только в том случае, если у нас с вами будет, во-первых, умный коммутатор с IP-адресом, а во-вторых, какой-то способ доступа к этому коммутатору. Опять же, курс взаимодействия с ЦИСКой рассказывает про различные протоколы взаимодействия с оборудованием. Но мы с вами будем использовать вот такой вот ветеранский протокол RSH, который позволит эту таблицу MAC-адресов получить в терминах команды ЦИСКа. Ну, я когда готовил вебинар, понял, что это проще всего и быстрее всего показать. Вот. Поэтому нахожусь сейчас в EGNS, вот мой коммутатор. До сих пор он был не очень умным, но вот резко умнеет. Значит, умнеет он, потому что, во-первых, у него появился IP-адрес, включились R-команды, сейчас вы увидите. Вот, соответственно, из гейта можно к нему подключаться, используя R-команды. Ну, R-команды будут, примерно, такие. Show MAC-адрес-тейбл. Вот такая R-команда позволит увидеть, на каких портах какие MAC-адреса. Значит, чтобы это сделать с гейта, чтобы это сделать с гейта, во-первых, на гейт нужно установить PUA. На гейт установить PUA. RSH-клиент по умолчанию в Ubuntu отсутствует. Это мы с вами сейчас поставим. Во-вторых, прописать, я не стал в DNS писать IP-адрес свеча. Тут, опять же, у нас с вами не тема по DNS. Вот, ну и смотрите, теперь я могу с гейта выполнить Cisco-команду фактически. Видите, как немного усилий для этого потребовалось. Выполняю с гейта Cisco-команду. О, видали, да? Можно на Cisco не заходить. Ну ладно, меня другое волнует. Что там с лагон-скриптом? Лагон-скрипт у нас, как себя ведет. Так, значит, ну давайте вспомним, куда у нас сейчас подключен телефон. Asterisk-папсив-шоу-пирс. Он подключен 401, да? А надо, чтобы он переключился на 402. Поэтому продолжаю регистрироваться как Петров. Вот, и если мне повезет, то сейчас должен появиться файлик. Да, мне не везет все-таки. Не везет. Так, еще раз выйду из системы. Так, еще раз войду в систему. Да. Да, не хочет, хоть ты убейся. Так, ну это не ее вина, вот Microsoft вина, вот, ребята. Так, шутка. Значит, на самом деле должно заработать. Сейчас я все-таки, все-таки еще раз перезагружу. Должно работать. Так, пока оно перезагружается, проверяю. У Петрова лагон-скрипт есть. Профили, да. Лагон. Слушайте, а лагон-текст... Ой, я ошибся ли. Ух ты, на Microsoft я уже успел наехать. На Microsoft я успел наехать, а сам ошибся. Microsoft-то не виноват нисколько. Microsoft не виноват, потому что лагон-кмд, скрипты, не лагон-текст. Да, ну, спешка хороша, известно. В каком процессе? Петров и Иванов. Профили, да, да, да. Ну, вот так вот. Как говорит один мой знакомый, видите, ничего не работает. Круто, сейчас будем разбираться. Так, ну, быстро не сработает все равно, насколько я помню. Ну-ка, пас... Два. Давай, люди смотрят. Время, алло. Так, очередная перезагрузка. Да. Да. И вот преподу повезло. Да, давайте смотреть, что здесь появилось. Смотрите, что здесь появилось. Появился пользователь, появился имя компьютера, соответственно, благодаря ARP-таблице, я просто сейчас покажу, что ARP-а, у нас с вами имеются MAC-адреса, все видят, да, что для этого клиента, 101-го, имеется MAC-адрес, все видят, 101-го. Соответственно, на коммутаторе я могу посмотреть таблицу MAC-адресов, таблицу MAC-адресов могу посмотреть, да, и увидеть, что этот клиент у меня подключен 101-й, видите, куда подключен, ко второму интерфейсу, да, 72-B, 72-B. Но, но, из-за того, что это нарисованный коммутатор, он и ведет себя, как нарисованный. Он почему-то таблицу MAC-адресов очень мало держит. И вот будет у нас, хоть у нас FreeBSD каждую минуту обращается, вот видите, сейчас мне повезло. На втором интерфейсе я вижу еще и адрес моего телефона. Так вот, повторяю еще раз, увидев, что пользователь зарегистрировался, увидев, что пользователь зарегистрировался, я выясняю, на какой машине он сидит, какой IP-адрес у этой машины, какой MAC-адрес у этой машины, на каком порту эта машина находится, и смотрю, какой еще MAC-адрес есть на этом порту. А я знаю, что User2 имеет телефонный аппарат 402. У нас же есть табличка вот такая, кто забыл, тот может вспомнить. И, соответственно, я должен в результате поменять содержимое вот этого вот файла, который у нас уже загружается. Короче, очередное скриптостроение. Скриптостроение, и напоминаю, что имеется видеоурок по программированию на Shell. В начале вы можете посмотреть вебинары, я указывал, где эти видеоуроки. Поэтому сухой сразу же остаток прям будем делать. Вот существует вот такой вот скрипт. Вот еще раз вы видеозапись несколько раз посмотрите, будет яснее. Я сразу же создаю вот такой адский скрипт, в котором все это делается. На вход этот скрипт будет читать информацию о том, кто зарегистрировался и откуда. Благодаря вот этим вот мутным командам выяснять, на каком порту коммутатора, какой еще MAC есть. И в конце концов формировать файл конфигурации для этого телефонного аппарата. Для этого телефонного аппарата. Так, ну в общем, здесь уже времени совсем мало. Так, но буду, не буду показывать, не буду показывать. Значит, можете задавать вопросы, если что. Так, выполняемым скрипт делаем. CHMOD плюс X. Далее, значит, регистрация пользователей у нас осуществляется в Active Directory. Появляются записи вот в этом вот файле. Поэтому я сейчас запущу процесс, который будет читать записи из этого файла. Самый простой вариант. И передавать его на вход этого скрипта. Если все будет хорошо, то, соответственно, должен измениться файл конфигурации. Телефон его должен загрузить. И, соответственно, все будет прекрасно. Но сейчас проверим. Итак, беру, 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 беру скрин, тоже есть видеоурок, что такое скрин, как его использовать. Беру скрин и запускаю в нем вот этот вот, можно сказать, сервис запускаю, да, который будет работать в фоне, работать в фоне. И, соответственно, запускать вот этот вот скрипт. О, возвращаюсь из скрина. Значит, что у нас будет признаком того, что что-нибудь работает. Сейчас у нас с вами здесь, видите, какой пользователь? 401, да? А на самом деле, на самом деле, у нас должен быть пользователь какой? Петров, да? Придется выйти из системы. Обзванивайте всех, говорите. Ребята, выйдите из системы, пожалуйста. Так, снова войти в нее. Вот, и хорошим признаком будет сейчас вот здесь, должен появиться, вот, но поскольку у нас с вами часто... Так, ну хорошо, а лагон-то сработал? Лагон сработал, может быть, Билл Гейтс виноват? Нет, Билл Гейтс не виноват, все хорошо. Так, ну еще одна попытка. У нас просто не всегда имеются MAC-адреса на порту коммутатора. Вот сейчас они, например, имеются. Знаете, что я сделаю? Я нечестно поступлю. Я запущу пинг, например, вот такой вот. Чтобы он всегда у нас был. Чтобы он всегда у нас был. Так, я снова выхожу из системы. Так, я вспоминаю, выполняемым ли я сделал. Вроде бы сделал. Так, снова вхожу. Так, снова вхожу. Да, там мне даже подсказали, ребята. Спасибо. Спасибо, друзья. Так, снова вхожу. Ну что, что? Так, ребята, видели, видели. Смотрите, вот был 401, а теперь видите 402. Скорее на Астериск бежим и смотрим, кто у нас подключен. Все еще, кстати, подключен 401, потому что там каждую минуту загружаются файлы конфигурации. Вот, и в течение минуты мы должны с вами увидеть, как на телефонном аппарате, ой, на телефонном, на Астериске произошла регистрация пользователя 402. Давайте ему позвоним на радостях. 402. Алло, как слышно? Супер. Теперь Петров наработался и пошел, соответственно, отдохнуть. А на его место садится Сидоров. Да, наверное, я зря перезагрузку сделал, но уже ничего страшного. Ничего страшного. Так, 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 ну, кстати, здесь еще и вот то, что он не сразу отрегистрируется. Ну-ка, давайте-ка дождемся, чтобы он отрегистрировался. Вот, видите, смотрите, 401 отрегистрировался, 402. А на самом деле приходит Иванов на работу. Иванов приходит на работу. User 1. Пароль. Ну, кто учился, меня знает, какие-то паралли мы используем. Так, 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 так. Ну что, если повезет, если повезет, то оно сработает. Если не повезет, ну, мы не будем ждать милости от природы, посмотрим. Так, Ивановым я зарегистрировался. Да, соответственно, через какое-то время должна произойти регистрация номер 401. Смотрим на доску. Смотрим на доску. Ну, в течение минуты, там загружается новый файл. В течение минуты на экране телефона должен появиться номер нашего, номер нашего Иванова 401. Есть. Ну что, позвоним Иванову. Звоню. Раз, два, три. Все, я сделал это. За 45 минут не управился. Но за час управился. Честно говоря, не рассчитывал. Так, друзья мои, значит, перед вами была демонстрация абсолютно такая провокационная. Мы с вами за час на коленке сделали решение. Только не думайте, что оно вот такое и должно быть. Все должно быть написано аккуратно, тщательно, протестировано. На самом деле, что-то отсюда точно можно взять. Ну, а цель этого вебинара, как вы знаете, как вы догадываетесь, была самая прозаическая. Прозаическая. Значит, я работаю преподавателем в этом центре, очень люблю преподавать. И веду курсы, которые вы видите на доске. Вот что мы с вами здесь посмотрели. Как писать скрипты, суть рассказывается вот на этом вот курсе. На старт эффективная работа в командной строке. Значит, по телефонии мы с вами затронули парочку курсов, в том числе и про оборудование. Веб-сервер, DHCP-сервера был. Вот здесь вот вы научитесь это настраивать. Значит, ну, администрирование в чистом виде Linux, все такого я не видел. Но, конечно, не вредно вот этот курс посетить и начать чувствовать себя с Linux на «ты». Ну и, конечно, мы с вами увидели LDAP вот из этого курса. Увидели кусочек взаимодействия с оборудованием Cisco Systems, вот ГНС, коммутаторы и так далее. Поэтому, если вам понравилось, приходите, записывайтесь, присылайте знакомых. Вот, я очень рад вас слышать. На сегодня все. Вот, вернул то, с чего начал. Значит, Вячеслав Александрович Лофтаров. Вот адрес методического пособия. Почта. Пишите. Буду рад. Пишите. 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 Пишите.